продолжение из прошлых видео я хотел вам показать как например как какой прибор как что прозванивает на смысле по точности что будем прозванивать данном случае недавно заказывал для лабораторного источника питания потенциометры да и вообще пригодятся ну этот нужно прочим ошибочно я заказал но все равно он нужный этот имеет 470 омов это 4к 44 килоома 7 это у нас имеет 10 килоомов регулируемые перемены многооборотный для чего я думаю догадываться чего они такие нужно многооборотно последнее время часто в youtube видно ставят их вместо подстроечных точнее переменных же резисторов которые устанавливаются в платах преобразователях ну например в данном случае у меня я точно также заказывал плату преобразователь понижающий именно для лабораторного источника питания так как у меня был уже лабораторный источник питания но у него не было регулировкой по току было просто регулировка по напряжению в данном случае это плату и я заказывал и вот именно вот этот сопротивление многооборотная заказал именно для этой платы следующем виде я покажу как я установил это у меня были задействованы я заказывал их 4 в количестве в из четырех штук и все они имели по 10 килоом 2 естественно идут один по напряжению преобразователю понижающему а другой по регулировке потоку 3 я установил тоже установил уже в этот блок питания так как у меня я говорил ранее что у меня есть свой лаборатор лабораторный источник питания так вот один остался и поэтому сейчас я его буду вам прозванивать как мультиметром точно так же и тестером с чего с первую очередь начнем думаю с тестера так как он неопределенно показывает но в смысле примерно потому как у меня здесь деление идут просто мультиметром все таки более точно показывает он там до доли единиц так будем устанавливать питание включаем устанавливаем по 0 будем измерять по 1000 смысле это получается у нас до одного мегаома да у нас это 10 кило он получается у нас примерно здесь будет на десяточки но будем становить нолик так кстати у нас там по нолям но может чуть чуть меньше конечно бы желательно так чуть-чуть это не сильно большая проблема главное что он это я для показа примерно но все равно надо желательно вам показать если кому интересно так 10 кило он смотрим ну да даже его около десяти примерно так то что видно доли видно что чуть чуть меньше не знаю по прибыла по камере вряд ли видно если увеличить то возможно будет видно так меряем так чтобы нам прозвонить 4k7 надо нам перебросить деление ну перебросим мы его на это деление и будем смотреть как нолик установим по нолям и будем прозвонить 47 килограмм вот примерно 47 до то где-то 45 46 что-то показать но возможно у нас не совсем по нолям так нету сторону кончу по моему примерно и здесь примерно обычно такие регулируемые сопротивления они часто выходят как бы прыгают они не точно показать этот кстати более-менее точно становится так более точнее так сказать так 47 до мы смотрим ну вот все равно 45 46 деда так это у нас 470 омов естественно нам желательно конечно перебросить эту шкалу перебросить эту шкалу перебросим отсюда и установлен нолик ну вот 470 омов примерно так около 50 так ну что можно измерить конечно еще взять например такое сопротивление так секундочку посмотрю под увеличительным стеклом хотя я нахожусь в очках это 150 к 150 к 150 км он так будем измерять 150 килограмм ой начальник этой фигни притронулся время идет быстренько прозванию чтоб не задерживать вас и и самого себя так 150 и не установил ноль так 150 значит должно более точно показать так желательно пальцем прикасаться прозваниваю ну да примерно около 150 показать так смотрим мультиметром что мультиметром удобно то что не нужно каждый раз что-то перебрасывать или какие-то переводить какой-то из-за одно режим это полуавтомат из этого им удобно для смысле для меня это очень удобно что он автоматически сам определяет какую-то шкалу там переброситься так у нас идет по килограмм получается девы 9 и 85 это у нас 4k 7 462 и 8 еще так это 470 умов кстати видно или нет так 512 и 4 у нас 470 что врет этот прибор или сами эти детали это на 150 км смотрим видите 141 показывает а тут тоже показывала не возле этого не возле этой него после этого деления точнее получается примерно одинаково не показывает все пока желаю удачи